Шансов улететь из Алтайского края в изумрудный город с каждым годом всё больше и больше. Этой весной жители региона уже четыре раза встретились с пылевым вихрем. Воздушные столбы видели в краевой столице и на трассе Барнаул-Биск. Природное явление возникает, когда тёплая воздушная масса сталкивается с холодной и дополнительно получает увлажнение от поверхности земли, например, от водоёма. Вихрь небольшой, и он связан с тем, что на нашей территории достаточно длительное время наблюдается вот такой перенос воздушных масс с очень южных районов Казахстана, даже более южных, Ирака, Ирана, и поэтому воздух очень хорошо прогрет. И вот тёплый воздух, он лёгкий, поэтому у него свойство, он сразу же поднимается наверх. При благоприятных условиях сходимости воздушных потоков, то, что случилось, например, вчера вдоль трассы, этот тёплый воздух начинает подвергаться закручиванию. Пылевой вихрь отличается от смерча, который несёт угрозу для жизни человека и поднимает в воздух деревья. Стихийное бедствие случается, когда во время грозы тёплая и холодная воздушная масса вступают в контакт. Между ними начинается конфликт, формируется фронт. Массы закручиваются против часовой стрелки. Из тёмного основания облаков на землю опускается воздушный столб, иногда в виде хобота. Смерч — это редкое явление в Алтайском крае, но вполне возможное. Нас ругают учёных, климатологов, прежде всего. Когда мы говорим, что климат меняется, тебя касается. Оно идёт, глобальное потепление, идёт с такими темпами. Кто в этом виноват? Ну, вот мы говорим, что не только есть природные факторы, но деятельность человека и вот тот процесс, что вы говорите, вырубка лесов. Ну, конечно, во-первых, более открытое пространство. Воздушная масса перемещается, она более усиливается, скорости ветра добавляется. Сейчас ведущие специалисты края работают над созданием паспорта климатической безопасности региона. Для каждой отрасли разработают рекомендации, которые нужно будет неукоснительно соблюдать. Эта мера поможет предотвратить климатические катастрофы. Анастасия Меншакова, Новости. Анастасия Меншакова, Новости.